Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Мария Фроловичева, заведующая Кожно-минералогическим отделением Госпиталя Вишневского. Здравствуйте, Мария Викторовна! Очень рада видеть вас в нашей студии. Давайте сегодня поговорим о коже, фотостарении и о защите от солнечных лучей. Итак, что же такое фотостарение? Это проявление разрушения связей нити коллагена посредством солнечного излучения. А какую роль в этом процессе играют именно солнечные лучи? В солнечном излучении самый максимальный спектр занимает инфракрасный. Вот этот инфракрасный свет, он губителен для коллагена и эластины. Кожа становится при избыточной инсоляции. Кожа становится сухая, сморщенная, теряется эластичность, нарушается тургор, появляются проявления гиперпигментации. Вот это в общем и есть понятие фотостарения кожи. А вот только ли внешними признаками опасно фотостарение, только воздействие солнечных лучей? В принципе, кроме инфракрасного излучения в солнечном свете еще присутствует ультрафиолет. И у него есть как положительные моменты, про которые мы все знаем. Такой золотистый красивый цвет кожи, сразу показатель того, как ты отдохнул, где ты был, как ты хорошо загорел. А с другой стороны, это риск образования меланомы и перерождения любых пигментных невусов в рак. Поэтому ультрафиолет при избыточном воздействии, он как раз-таки очень губителен, он прям зло. Хотя, если брать ультрафиолет B311 нанометров, селективный, специальный, выделенный луч, который используется в лечении дерматологических пациентов, он как раз-таки при правильной дозировке, он лечит такие кожные заболевания, как псориаз, как атопический дерматит. Но, тем не менее, при избыточном использовании всего, а солнца именно, то это все плохо, это все озлокачествляется, разрушается, стареет. Поэтому самое главное, использовать грамотно, да, талис-долис. Не надо загорать с утра до вечера, возлежать на солнце с 11 до 4, не используя никакие экраны, никакие солнцезащитные средства. Это все чревато, конечно. И молодость страдает, но еще плюс злокачественные образования могут появиться. Если говорить о защитных средствах, солнцезащитных кремах, лосьонах, спреях, они представлены в огромном количестве, особенно там, где расположено Черноморское побережье. Прямо на любой вкус и цвет, вот, все-таки, какая защита оптимальна от солнечных лучей? И вот маркетинговый лиход, цифры, SPF, просто сейчас можно встретить уже в маркетах и 80 SPF, и 100 SPF. Вообще, это все-таки миф или это на самом деле, да, действительно такая защита существует? Ну, начнем с того, что аббревиатура SPF, это с английского языка три слова. Солнцезащитный фактор. Солнцезащитный фактор и дальше идет цифра. Это цифра 10, 5, 12, 50, на 50 мы остановимся. Это означает, что вы в 10 раз дольше можете находиться на солнце до того, как обгорите. 12 раз дольше, 50 раз дольше. Конечно, когда пишут SPF 100, ну, это полный бред, потому что тогда крем должен выглядеть как замазка, как известка. То есть полное экранирование 100%. Ну, вы такой крем встречали в виде сметаны, которая не смывается? Ну, вряд ли. Вот, поэтому 50-45 это оптимальный SPF фактор. И, естественно, как правило, он подбирается по типу, по типу кожи. Есть типы кожи по Фицпатрику, там, от первого до четвертого. Четвертый это негроидная раса, да, а первый это вот совсем прям, в калочках, альбинизм, совсем светлокожий, которые практически не загорают, они краснеют. И поэтому, конечно, чем светлее кожа, тем выше SPF подходы. Но вот сейчас появились очень комфортные в использовании средства, которые имеют и тонирующий состав. Но, в основном, это сочетание и физических, и химических фильтров. Поэтому, наверное, методом проб и ошибок все-таки. Но, однозначно, как правило, 50-40 это по приезду на море. И, наверное, 15-30 при отъезде с курорта. А если разговаривать про использование SPF в мегаполисе, в городе, ну, как правило, для лица, кремы дневные, уже используют SPF-15. То есть, в принципе, дополнительной защиты не нужно, этого более чем достаточно. Да, да. Вот чем опасно солнце с 11 до 4? И почему вот нам всегда в детстве родители, ну, по крайней мере, мне говорили, что после 11 на открытом солнце находиться нельзя. А если ты находишься, то должен быть закрыт, на голове должен быть углублено, на плечах, как минимум, футболка светлых оттенков или какая-то там легкая пупчатобумажная ткань. А вы помните, если пренебречь этими правилами, что будет с вами? Обгарить. Правильно. Красный шелушащийся нос, больные плечи, ванны из семетаны и кефира. И это шок, это ожог. Это ожог от первой до третьей степени. И умудряются суперлюбители разных горячительных напитков, могут и заснуть на солнце, потом с лударями поехать в терапию или в ожоговый центр. Поэтому это пить. Не стоит себе обращаться на отдых. Ничего хорошего из этого не будет. Потом будете прятаться. Это пик солнечного излучения самого вредного. Потому что солнце в зените и не очень хорошо. Ему ничего не мешает? Ему нет. Там он палит как следует. Тем более сейчас все-таки, я не знаю, как это было в Советском Союзе, сейчас действительно страдает озоновый слой, и наша экология желает оставаться лучше. Поэтому все-таки солнце сейчас, наверное, больше агрессор, чем, как говорили раньше, поедем, берем от солнышка витамина Д, наедимся витаминов, будем купаться, забирать, и все будет прекрасно. Да, витамин Д вырабатывается именно при ультрафиолетовом излучении. Но витамина Д, если взвесить пользу от витамина Д, который сейчас тоже в большом количестве представлен, круглый год можно употреблять внутрь в виде масляных растворов или таблеток, и ожог с целью обогатиться витамином Д, но это неоправданно, конечно. Ну и после того, как произошла гиперинсоляция, эритема, покраснение, болезненность, слезает верхний слой эпидермиса, образуется гиперпигментация. Эти пятна убрать очень тяжело, потому что с помощью солнечного излучения нарушается ДНК у неланоцитов, и когда кожа имеет молодое лицо, взрослое, там, бывавшее виды, да, вот в этих пятнах оно уже не выглядит молодо, да. То есть, получается, придется потом очень активно с помощью косметологов от этого избавляться. Это очень тяжело, это одна из самых неблагодарных тем в косметологии, как избавиться от гиперпигментации. Плюс еще опасно солнце при использовании каких-то препаратов и медикаментозных, и витаминов внутрь. Получается эффект фотосибилизации, то есть, кожа намного чувствительнее реагирует на солнечные лучи, чем без этих препаратов. Допустим, пероральные контрацептивы, противозачаточные препараты, они увеличивают риск гиперпигментации, и, как правило, для женщин это большой сюрприз, используя год или два контрацептивы, там, по назначению врача для здоровья, по приезду, допустим, в ту же активную солнечную страну, она приезжает с эффектом шлема или очков, как правило, там, лоб под глазами, нос, все в пятнах, и что мне с этим делать, потом начинаем разбираться, а время отмотать назад мы уже не можем. Вот поэтому обязательно солнцезащитные препараты, правильное времяпрепровождение на солнце. Ну, ладно, но все равно в отпуск ездить надо обязательно. В отпуск ездить нужно, кушать фрукты, ягоды, наслаждаться правильными солнечными лучами. Мария, а как Вы относитесь к соляриям? В середине 2000-х это была очень популярная процедура, просто, мне кажется, круглогодично, 365 дней в году девчонки себя сжарили, не щадя, в общем, ни дела, ни всего остального. Вот все-таки какое отношение у Вас, как у врача, к этой процедуре, и сбавила ли она обороты сейчас? Ну, я, конечно, к соляриям никак не отношусь сейчас, но я тоже попадала в эту волну, когда модно было. У нас, когда модно быть загоревшим, все бегут в солярий. Сейчас не модно быть загоревшим, сейчас модно, чтобы ты был здоров, и, как правило, цвет лица должен быть ровный. И естественный. И естественный, да. И этот бум прошел на солярии, конечно, сейчас, как и, в принципе, любая какая-то новая методика, она имеет вау, там, топчик, крутая тема, все, все побежали, все этим занимаются, пушка, надо загорать. Потом, значит, все ругают сумасшедшим образом, всякими разными словами. И, да, ультрафиолет в соляриях вызывает рак. Избыточная инсоляция, особенно искусственная, она в любом случае вредна. Но до сих пор остаются фанаты этого, как сказать, даже не знаю. То есть им хочется и летом, и зимой выглядеть одинаково шоколадно. Да, да, синенькими мы не хотим быть, мы хотим быть более такими. Ну, потому что загоревшая кожа говорит о том, что ты успешный, ты отдохнувший, ты здоровый. Ну, это миф. Это миф, конечно. Ну, это был, был, был на это. Ну, сейчас, по-моему, практически в любом фитнес-центре ты не найдешь солярий. Я не знаю, где эти центры солярий, хотя они развивались от горизонтальных, односторонних до турбо-высоких таких кабин. Сейчас нет. Сейчас, как правило, медицинские лампы с селективными фотоизлучениями, вот, 311 нанометров, инфракрасные есть кабинки. Но, наверное, сейчас все-таки больше заботятся о здоровье, чем о красоте. Ну, нужно 10 раз подумать. Ну, конечно. Стоит убежать в солярий или проводить сутки напролет на переку моря в надежде получить тот самый заветный загар. Да. Ну, я бы не стала рекомендовать, конечно, солярий. Ну, а так решать каждому. Мария, в завершении, коротко, прям, несколько рекомендаций для наших телезрителей, как оставаться молодыми, красивыми, не портить свою кожу и не развить в своем организме нежелательных болезней и последствий. Ну, поскольку сегодня тема была посвящена именно солнцу, то тогда, наверное, классические правила озвучу еще раз, просто чтобы подытожить. Безусловно, определенные часы надо проводить на солнце, не злоупотреблять. Это сейчас никому не интересно. Это не модно, не обязательно. Солнце прилипнет столько, сколько нужно. Витамина Д выработается столько, сколько нужно. После купания в соленой воде обязательно нужно принять пресный душ, потому что соленая вода, она, ну, как линза, она усиливает действие солнечного излучения. Наносить солнцезащитные средства желательно не больше, чем на 4 часа, потом это все нужно обновлять. Не загорать на прозрачных, зеркальных, надувных матрасах на воде, потому что пока релаксируем, мы не думаем о том, что солнце преломляется, и через эти предметы в том числе есть риск ожога. И, безусловно, конкретно свои, ну, как правило, все уже знают про свои пигментные невусы, их нужно защищать в определенном, обязательно, при всех условиях. Вот, использовать СПФ-50, и, в принципе, онконосторожен сейчас достаточно на высоте, поэтому раз в полгода приходите к дерматологу и через дерматоскоп анализировать, смотреть. В общем, желательно ходить к одному, чтобы он в динамике на тебя смотрел, а не бегать там от специалиста к специалисту. И тогда, да, фотостарение вас минует. Но, если оно вас настигло, всегда есть грамотный дерматолог или дерматолог-косметолог, который может немножечко замедлить, вспять, конечно, вряд ли обратить, но замедлить можно с помощью гиалуроновой кислоты, с помощью увлажняющих препаратов, с помощью каких-то аппаратов, препятствует развитию этого эластоза, запущенного солнцем. Но, тем не менее, солнце, ультрафиолет и инфракрасный свет необратимо разбивают десульфидные связи в скрученные молекулы коллагенной эластины, и он раскручивается, и всё. Потом очень дорого и больно. Лучше до этого не доводить. Мы все мечтаем о солнце, живём мы в регионе, в которой это светило не балует. Солнца у нас мало, но, может быть, это и хорошо. Мария, спасибо за интересные советы и беседу.